Впервые в истории России президент объявил нерабочую неделю, чтобы сбить волну заражений коронавирусной инфекцией. Оперативные штабы во всех регионах страны разработали систему защитных мер с учетом своей специфики, в первую очередь закрыв для посещения общественные места, а также ограничив нахождение людей даже на территории парков. Несмотря на рекордные погодные аномалии, когда каждый день бьются многолетние рекорды плюсовых температур, в целом воронежцы оказались людьми дисциплинированными и понимающими степень своей ответственности. Скажите, пожалуйста, много людей пытается пройти на территорию парка? Как вы? Я же не считаю их. Ну вот то, что вы видите. Да, да, достаточно много ходит. Вы пытаетесь как-то препятствовать этому? Мы предупреждаем, да, информируем, но мы не имеем права их не пускать. Мы же незаконная власть. Ну а люди как реагируют на ваши предупреждения? Кто как, кто нормально, кто не очень нормально. Большинство разворачиваются, уходят или все-таки продолжают? Да, вчера разворачивались, уходили, а сегодня, как видите, всем все равно, хотя не первый день уже идут. Ну а вы как считаете, власти предпринимают достаточные меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции? Да, потому что на самом парке ходят сотрудники полиции, вот, так что это только здесь, вот, один человек я стою, на том входе еще один человек, а так, внутри есть своя охрана, сотрудники полиции, как бы. А сотрудники полиции, они тоже подходят с предупреждениями или у них больше полномочий? Этого я им никак не скажу. Достаточные ли меры предпринимают власти для предотвращения распространения коронавирусной инфекции? Считаю, что меры достаточные, предупреждения, в принципе, для людей все наглядно развешены, остальное дело за людьми, то есть, все равно всех не проконтролируешь, и люди сами должны позаботиться о своем здоровье. Ну а вот на своем примере, как вы себя пытаетесь обезопасить? Турники, брусья, спорт. На свежем воздухе? Лучший способ, да. Вот в парке вы ходите гулять, запретили же? Ну, запретили, там предостережение, предписание висит, запрета как такового нет, поэтому. Ну а помимо спорта, ограничили себя посещением? Да, и так не приходится, как говорится, куда-то выходить и что-то посещать, потому что и так все закрыто, а ходить и гулять все равно нужно, и поэтому в какой-то степени гуляем, ходим, а что делать? То есть, полностью себя не изолируешь, если какие-то вирусы, они все равно и дома найдут, поэтому. Но вы запасами закупались? Я периодически запасами закупаюсь, поэтому не пришлось в виде, как говорится, как остальные люди, вот так в виде паломничества это делать, поэтому у меня всегда все планомерно и размеренно, все есть. Ну а вот гуляя по улицам города, как можете оценить, люди все-таки больше прислушиваются? Люди больше напуганы, поэтому, наверное, такая реакция по этому кругу. А в основном затишье повсеместно, люди, скорее всего, напуганы, и только вот это основная причина. Дальше тут уже каждый, я уже говорил сам, в принципе, все меры предосторожности должен окончательно уже для себя принимать, решать.